приветствую всех виноградарей дачников сегодня 8 октября 22 год центральная украина ну вот и закончился сезон вернее заканчивается у меня были шли дожди последние два дня было солнышко на земля до сих пор не просохла ужасно влажно этот сезон еще раз отметает некоторые выбраковывают некоторые сорта формы которые не выдерживают дождь потом гниют и естественно на рынок мало востребованы на рынке но кое-где остается некондиционные грозочки это у меня тассон грязный загар у него это мне не нравится вот смотрите мелкая ягода некрасиво у меня два куста тассона вот еще тассон но тут он чуть-чуть притяни и все равно при хоть и притяни но загар не очень хороший один кустик для себя максимум один будет достаточно так подарок ирине выдержал немножко потреснул вот вам видно вот треснула вот чуть-чуть треснула но процентов на 20 где-то трещит надежда вернее подарок ирине хорошо себя держит в дождь крайновские формы виктор преображение и юбилей новочеркасска не очень хорошо сейчас вам покажу вот и были новочеркасска это остатки вот смотрите ягодки классные хорошие держит неплохо удар гидроудар вот единственно что мне в нем не нравится грозди растянуты уже таких нету я продал грозди растянуты и в конце они хуже созревают и конечно же там горох естественно нужно конечно вы скажете нужно низ удалять убирать ну не всегда это получается вот пока собираю я начинаю собирать виноград последний уже надежда азос тоже треснула но где-то процентов на 20 и очень меня порадовала порадовала такая форма ренесорфа вероятно как ланселот тоже почти не треснул из-за дождя в общем из-за дождя вообще не треснул треснул из-за того что видите очень плотная груздь и давит ягоды друг друга как валёк я вам как-то говорил что хочу удалить его из-за плохого загара но жена попросила не удалять поскольку ягоды очень крупные большие вот мой большой палец очень большие ягоды сейчас хочу взвесить эту груздочку в принципе рыночный еще особый козов коля пасюк на вкус ну сладкий ему дольше надо висеть где-то в моем регионе то полтовская область кременчуг в этом году примерно до 10 октября ну а так в нормальные годы где-то до начала первое второе число октября так ну и сейчас взвесим эту груздь вот она такая кукурузина большая так смотрите кило пятьсот шестьдесят восемь вот это розочка была в притянении поэтому она осталась чистенькая без грязного загара вот и вот еще хочу взвесить груздочку ланселота вот смотрите очень огромная я бы даже сказал 3 468 грамм невероятно большая груздь возьму я сегодня с собой покататься на рынок не знаю кто я такую возьмет но я думаю смельчаки найдутся так ребят нам пришлось мне разделить на фрагменты вот такие вот и вот потом и тут тоже располовинил потому что вот три с половиной килограмма гроздь вряд ли возьмут распродал весь виноград брал с собой 6 ящиков буквально за три часа весь виноград забрали большую гроздь ланселота пришлось на три части разделить тоже забрали с удовольствием ну и теперь остается так текущие заботы по на по винограднику влагозаряжать и ничего не буду потому что вот видите после дождей единственное кому хорошо это траве газону газон себя чувствует прекрасно после этих пророжительных ливней затяжных и земля земля тут как как плавон идешь она мягкая как будто немножко проваливается так что за влага заряжать виноград я не буду аидиум мельдию не хватали больше после последней обработки кусты мои поскольку было не жарко аидиум был не активен мельдию мельдию тоже погода вроде бы как для нее способствующие но мельдию на кустах нету не вижу мельдию единственное что нужно будет конечно заняться будет обрезкой и тогда уже поскольку лист только на 50 процентов рабочий возможно будет можно будет так для успокоения души обработать комплекс на аидиума и мельдию я не вижу такой большой необходимости лучше все будет и эффективнее я вам уже говорил лучше будет обработать железным упоросом развести его то по голой лозе еще раз повторю потому что вы недоумевали но как это пожжется и молодая лоза и зеленые листья вот по вызревшей лозе по зелю по коричневой же кстати она на ощупь такая относительно теплее чем вот это вот не узершая и она холодная это как тепленько вот по голой лозе 450 500 грамм на 10 литров теплой воды и ближайшие территории возле кустов под кустами тоже землю землю грунт обработать железным купоросом кусты деревья полно все все обеззаразить раз пятилетку нужно будет это сделать хорошо как оказалось самого утра день получился такой зажигательный прекрасный день вот и для меня тоже получился очень удачный день весь виноград я продал все с виноградный сезон я закончил и еще раз подведу итог есть кандидаты на удаление это сморах от ягодка конечно большая круглая где-то диаметр до трех сантиметров это очень крупная ягода почти как монарха но монарха каплевидная обратно каплевидная форма тут круглая такой белеский карафинад цвет сморах да но он лопается и на плодоножки и на носике тоже трещит но и вкус у него не такой выразительный легкий такой мускатик есть хорошие года но ничего с облыва абсолютно сиреневый туман точно удаляю поскольку шкурка тоненькая как папиросная бумага и такие неадекватные года как этот когда заливала все водой ливнем неделями почти бесперерывно не выдержал тоже удаляю вот у меня сморах там и вот здесь сиреневый туман убирая чертям собачьим буду поскольку и ориентирован еще я на рынок поэтому буду меня просили на рынке ландыш разводите ландыш мы будем покупать за огромным удовольствием так что буду старую классику поднимать ландыш и возможно еще чего-то посмотрим из новинок у меня спрашивают что я буду сажать разводить саженец урума ну было прохладно и заливало поэтому он не очень хорошо развивался урум потом два саженца у меня здесь тоже еще два саженца кишмыш сказка это синий очень крупно ягодные форма или сорт вот и нельсон только не тот который мандела думаю тот который мореплаватель вот тоже по той же причине и еще и мильдю подцеплил подцепляла два саженца но я вытяну вытяну такие маленькие задохлики будут хорошие классные саженцы вот это что все что из новинок кстати не могу не упомянуть цимус пысанки олега михалыча у меня три куста вот буквально я вам как-то рассказывал разница между ними 6 метров сажались одинаково вот один превосходно тянет мощные такого него силу раз большая хорошая это кишмыш так скажем третьего класса ордименты есть костей нету немножко такой жидковатый но если кто ориентируется на рынок сажайте поскольку на рынок на рынке у меня уходил на ура прекрасная форма ну вот тут он немножко похоже развивается ну и осы его очень невероятно любят затем вот у меня клубничный и в этом году было были две небольшие сигналочки грамм по 100 интересно довольно таки интересный вкус чем-то похож на пестрый но вкус мои моя родня говорила что вкус похоже на клубничный посмотрим возможно и буду размножать вот ну а так конечно рынок вносит свои коррективы там уже определяет свои сорта не то что вам нам нравится нам хочется на рынок диктует свои правила поэтому ориентируйтесь сами что вам сажать для рынка сорта сорта формы или же для себя для собственного потребления вот а на этом я с вами вот кстати у меня чуть-чуть осталось меня родня любит сын любит монарх я оставил там грузочку на 4 ягодки пускай полакомиться в октябре вот на этом с вами ребят обращаюсь ухты еще и посынковый валёк у меня появился не видел не видел посынковый валёк проба янтарный цветок ну все традиционная с вами прощая желаю хороших урожая поменьше болячек на высших садах и огородах подписывайтесь на канал всем пока